Могло ли одно единственное решение изменить ход истории освоения космоса? Что если бы Соединённые Штаты в решающий момент сделали выбор, который изменил всё, что мы знаем о жизни на орбите? В разгар Холодной войны космос был больше, чем крайним рубежом, он был главным полем битвы за технологическое превосходство. Соединённые Штаты и Советский Союз были зациклены на гонке за покорение космоса, каждая веха которой была свидетельством национальной гордости и изобретательности. Но на фоне этой космической конкуренции, уже под самый конец существования красной дыры, Соединённые Штаты оказались на распутье, перед решением, которое определило будущее человеческого пребывания, а в перспективе и проживания в космосе. Сегодня предлагаем вам углубиться в историю космических станций Skylab и Freedom и узнать, как внезапное изменение американской стратегии привело к тому, что стало колоссальной ошибкой для всего человечества. Представьте себе космическую станцию, не похожую ни на одну известную нам. Колоссальную, постоянно обитаемую монолитную конструкцию на орбите Земли, наполненную научными лабораториями, жилыми помещениями и способную поддерживать по-настоящему долгосрочные миссии. Это космическая станция Freedom, амбициозный план Соединённых Штатов 80-х годов, направленный на установление постоянного присутствия человека в космосе. План, который никогда не был осуществлён. Freedom задумывалась как самодостаточная станция, центр передовых исследований, промышленной деятельности и ступень как к более глубокому освоению космоса, включая миссии на Луну и Марс. При проектировании приоритетами должны были быть надёжность и вместимость, а также большие модули, интегрированные в единую унифицированную структуру, которая могла бы вместить многочисленных астронавтов и множество научного оборудования. Как государственного, так и частного. С помощью космической станции Freedom США стремились закрепить своё доминирование в космосе, расширяя границы технологически возможного, демонстрируя лидерство и инновации в широких масштабах. Анонсируя проект в 1984 году, Рональд Рейган сказал «Мы можем следовать за своими мечтами к далёким звёздам жить и работать в космосе ради мирной экономической и научной выгоды». Но пока в США ещё только обдумывали грандиозную идею космической станции Freedom, существовал и более ранний проект, который на практике продемонстрировал американскую изобретательность в сфере космического жилья. Skylab. Skylab была первой попыткой Соединённых Штатов создать долговременную космическую станцию. Запущенная в 1973-м, она стала прямым ответом на советские станции Салют и была построена с использованием существовавших технологий программы Аполлон. Это была первая в истории станция, принявшая более чем одну длительную экспедицию. Три, если быть точным. Но что делала Skylab техническим чутом своего времени? Skylab была построена из третьей ступени носителя Сатурн-5, S4b, переделанной в просторную орбитальную мастерскую. Такое оригинальное повторное использование ненужного после закрытия программы Аполлон оборудования позволило не только сэкономить средства, но и ускорить разработку. В длину модуль имел 25 метров, а в диаметре – 6 метров. Общий объём составлял примерно треть от внутреннего объёма сегодняшней Международной космической станции. Станция имела достаточно жилого пространства для астронавтов, включая спальные отсеки, столовую и даже душ. Беспрецедентный уровень комфорта для того времени и недостижимый, к сожалению, в сегодняшних тесных орбитальных лабораториях. Кстати, о них, о лабораториях. Skylab был оборудован многочисленными средствами для солнечной астрономии, наблюдения Земли, биомедицинских исследований и материаловедения. Телескопические крепления, остатки программы Аполлон позволяли проводить детальное наблюдение за Солнцем, в частности, получать новые данные о солнечных вспышках и пятнах. Энергию поставляли большие солнечные батареи, массивы солнечных панелей, которые словно крылья должны были торчать по бокам станции. Они питали как системы жизнеобеспечения, так и научное оборудование Skylab. Станция также имела интересный стыковочный адаптер в формате MacCoffee 2 в 1. Сбоку основного адаптера находился резервный, он позволил бы пристыковать эвакуационный корабль Аполлон в случае необходимости при критической ситуации. Ну и, наконец, одним из главных качественных новшеств станции были её бортовые системы. Skylab был оснащён передовыми системами жизнеобеспечения, включавшими установки для генерации кислорода, удаления углекислого газа и утилизации отходов. Именно эти наработки будут использованы в будущем. Но ни одно космическое путешествие невозможно без своих вызовов. Не обошли проблемы и Skylab. Во время запуска она столкнулась с одной критической. Солнечный экран Skylab, а по совместительству микрометеоритный щит, сорвался и захватил с собой одну солнечную панель, а вторая панель просто не смогла развернуться. Эта неисправность угрожала всей миссии. К моменту отправки первого экипажа температура внутри превышала 38 градусов по Цельсию. Нормально считалась температура в 22-24 градуса. Однако стойкость и изобретательность инженеров и астронавтов NASA превратили потенциальную катастрофу в триумф. Уже первый экипаж совершил смелый выход в открытый космос, чтобы развернуть импровизированный защитный навес, который собрали в рекордные сроки — всего за одну неделю. И вручную вытащить застрявшую солнечную панель, восстановив питание и спася тем самым всю миссию. Этот эпизод продемонстрировал не только надёжность конструкции Skylab, но и способность американских астронавтов выполнять сложные ремонтные работы в космосе — критически важный навык для будущих миссий. Например, для телескопа «Хаббл», который за свою историю пережил пять ремонтных операций. О «Хаббл» на нашем канале есть большой фильм на один час. Очень советую его посмотреть по ссылке в описании под видео. Но вернёмся к более ранним орбитальным приключениям. Сначала Skylab должна была стать основой для более масштабной программы космических станций. После отмены лунных миссий Аполлона, после Аполлон-17, остались избыточные ракеты Сатурн-5 и космические корабли Аполлон. НАСА, которая после победы в космической гонке столкнулась с рекордным урезанием бюджетов, увидела возможность использовать это имеющееся оборудование для поддержания импульса в пилотируемых полётах и менее амбициозных орбитальных исследованиях. План заключался в том, чтобы удерживать на орбите Skylab и проводить дополнительные миссии, возможно даже расширить станцию. Были разработаны концепции для Skylab-B, второй более совершенной станции, а также для модульных дополнений к существующей Skylab. Кроме того, она рассматривалась как ступенька для миссий в дальний космос. Опыт, полученный во время длительного пребывания в космосе, был бесценным для планирования потенциальных миссий на Марс и даже за его пределы. Опять-таки появлялись первые наброски проекта уже упомянутой сегодня колоссальной станции Freedom. Однако, как вы уже поняли, эти планы столкнулись с препятствиями. И в отличие от технических неисправностей, новые проблемы не удалось бы побороть одними лишь изобретательностью и отвагой. Сокращение бюджета и изменение национальных приоритетов в 1970-х годах привело к сокращению финансирования NASA. Основное внимание было сосредоточено на развитии программы Space Shuttle, которая обещала более быстрый и экономически эффективный доступ к космосу. Кстати, друзья, быстрый и экономически эффективный доступ к космосу для всех нас обеспечивают спонсоры проекта Альфа Центавра. Люди, поддерживающие нас здесь на Ютюбе и на Патреоне. Больше о наших меценатах в конце видео, а пока продолжим. Из-за отсутствия средств для поддержания орбиты Skylab или для её поднятия, эта орбита снижалась быстрее, чем ожидалось из-за повышенной солнечной активности, которая вызывала атмосферное сопротивление. Активное Солнце заставляет атмосферу Земли расширяться выше в космос, поэтому на той же высоте появляется больше молекул атмосферы, столкновения с которыми и замедляют объекты на орбите. Планы спасти Skylab, включая потенциальные миссии по поднятию орбиты с помощью шаттла, в конце концов не были реализованы из-за задержек в разработке последнего. Последний экипаж покинул станцию 8 февраля 1974 года. В 79 году Skylab вернулась в атмосферу Земли и распалась над Индийским океаном и Западной Австралией. Это был преждевременный конец того, что могло бы стать ценным наследием. Хотя срок эксплуатации Skylab был коротким, её влияние всё же трудно переоценить. Станция доказала, что люди могут жить и работать в космосе в течение длительного времени, проводя значимые научные исследования. То, что сейчас кажется нам очевидным, на рубеже 70-х и 80-х годов выглядела как фантастика, которая наконец воплощалась в жизнь. Уроки, полученные на Skylab, были использованы при проектировании будущих космических станций, в том числе для модульного подхода мира и МКС. Skylab стал мостиком между эпохой Аполлона и будущими космическими исследованиями. Станция использовала технологии Аполлона инновационным образом и гарантировала, что инвестиции, сделанные ещё во время лунной программы, продолжали приносить выгоду. Это станет весомыми аргументами для Конгресса Соединённых Штатов, который будет распределять средства на следующие программы и миссии. Вопреки финансовым проблемам и скепсису отдельных политиков, Skylab стала тем, чем была задумана — средством сохранить импульс в пилотируемых исследованиях в переходный период. Между тем, по ту сторону железного занавеса Советский Союз выбрал кардинально другой подход. Вместо того, чтобы строить большие многофункциональные станции, они выбрали модульное решение. Советские космические станции, такие как «Салют» и позже «Мир», начинались с небольших, по сути, кораблей, но со временем конструкцию дополняли новыми модулями, каждый из которых выполнял различные функции. Такая стратегия позволила обеспечить постепенный рост, гибкость дизайна и возможность замены или модернизации модулей по мере развития технологий. Это также означало, что Советский Союз, который не имел сверхмощных ракет типа «Сатурнов», мог запускать меньшие компоненты, используя имевшиеся ракетные технологии, что уменьшало непосредственное финансовое и материально-техническое бремя. Модульная конструкция означала, что в определенном смысле Советский Союз смог адаптироваться к вызовам и внедрять инновации более динамично, хотя и с весомыми ограничениями в общей мощности и сложности по сравнению с американским подходом. В 80-х годах Соединенные Штаты столкнулись с растущими бюджетными ограничениями и изменением политических приоритетов. Огромные расходы, связанные с разработкой и запуском такого массивного проекта, как космическая станция Freedom, стали центральной темой дебатов в тогдашних конгрессе и администрации. Кроме того, завершение холодной войны принесло новые возможности и новые вызовы. Распад Советского Союза будто открыл двери для сотрудничества, и идея Международной космической станции начала набирать обороты. Росла мысль, что сотрудничество может не только уменьшить расходы, но и способствовать улучшению международных отношений в мире после окончания Холодной войны. Соединенные Штаты торжествовали. Главный противник будто проиграл без войны, без кровопролития и миллионов жертв. Можно было расслабиться и надеяться на изменения. Казалось, что именно взаимовыгодное сотрудничество станет предохранителем от следующих противостояний. Стоит ли говорить, что эта мысль окажется ошибочной? Итак, в 90-х значительным сдвигом стало решение США отказаться от автономного проекта космической станции Freedom в пользу партнёрства с Российской Федерацией, Японией, Европой и Канадой для Международной космической станции или МКС. На основе принципов модульного проектирования и международного сотрудничества. Но был ли это правильный выбор? Не поставили ли Соединённые Штаты под угрозу своё лидерство и собственное видение в космосе, перейдя к более простому, но более гибкому модульному подходу по рецепту вчерашнего врага? Решение принять модульную конструкцию и сотрудничать на международном уровне имело глубокие последствия. Хотя Международная космическая станция стала символом глобального сотрудничества, она также унаследовала многие проблемы своих предшественниц. Требовалось частое техническое обслуживание, поскольку модули старели или же просто возникали проблемы в их работе. Сложность интеграции различных технологий, стандартов и систем из разных стран приводила к задержкам, увеличению затрат и инженерным проблемам. Координация между международными партнёрами иногда приводила к компромиссам, которые влияли на возможности и на работу станций. Если бы США реализовали проект Freedom, они могли бы сохранить технологическое лидерство в проектировании космических станций, продвигая инновации в крупномасштабном космическом строительстве. Монолитная станция или даже модульная, но построенная на оригинальных западных технологиях, могла бы обеспечить более стабильную и унифицированную платформу для научных исследований. С меньшим количеством перебоев и большими возможностями для проведения масштабных экспериментов. Кроме того, эксплуатация собственной станции позволила бы США определять собственные приоритеты без необходимости вести переговоры с международными партнёрами, что потенциально ускорило бы определённое направление исследований или технологические разработки. Или наоборот, международные партнёры могли бы присоединиться к проекту, но уже без условия взаимной адаптации к устаревшим на тот момент советским технологиям и подходам. Кстати, кроме технических и финансовых соображений, решение Соединённых Штатов сотрудничать с Россией по Международной космической станции имело и важный геополитический аспект. В начале 90-х годов после распада Советского Союза Соединённые Штаты столкнулись с новыми вызовами. В Вашингтоне существовало значительное беспокойство относительно потенциального распространения передовых российских космических и ракетных технологий в другие страны. Особенно в КНР, Северную Корею и Иран. Сегодня названия этих стран нередко стоят рядом в новостях. Кто бы мог подумать. Американские сенаторы и политики признавали, что без поддержки российские учёные и инженеры, которые сталкиваются с безработицей и экономическими трудностями, могут поддаться соблазну продать свои знания странам, которые будут представлять стратегическую угрозу для Соединённых Штатов и их союзников. Также дальнейшая кооперация на низкой околоземной орбите должна была служить сдерживающим фактором в сотрудничестве между Россией и Ираном. РФ обязывалась не помогать Ирану развивать его ядерную программу и не обмениваться технологиями, касающимися обогащения урана. Мне грустно читать это в 2024 году. То есть общая идея заключалась в том, что привлекая Россию к Международной космической станции, США могли бы предотвратить передачу технологий Китая. Заняв российскую аэрокосмическую промышленность проектом МКС, Штаты уменьшали риск того, что она будет искать партнёрство с Китаем или другими странами, которые стремились получить передовые космические возможности. Стабилизировать российское научное сообщество. Предоставление финансирования и возможностей для сотрудничества должно было помочь удержать российских учёных в мирных совместных усилиях, а не в военных или враждебных проектах. Способствовать глобальной безопасности. Обеспечение того, что передовые технологии оставались под пристальным наблюдением совместных международных усилий, уменьшало риск их распространения. Этот стратегический шаг рассматривался именно как превентивная мера. Способ обезопасить редкие технологии и опыт в неспокойное время. На тот момент это было просчитанное решение, которое взвешивало риски получения потенциальными противниками доступа к достижениям советских времён и преимуществам международного сотрудничества. В течение 90-х между штатами и РФ было подписано несколько важных соглашений. Договорённость между Клинтоном и Ельциным в 93-м, расширенная в 2000 году, вливание американских денег в космическую и научную отрасли РФ привязывались к непомощи этой страны Ирану. Комиссия Гор Черномырдин, работавшая с 1993 года, например, обеспечивала Россию 400 миллионами долларов на совместный проект Space Shuttle Mir, наработки которого планировалось расширить на будущую МКС. В пересчёте на сегодняшнее средство это почти 900 миллионов долларов. Комиссия эта, кстати, работала вплоть до 2013 года и за счёт американских налогоплательщиков финансировались в том числе российская нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль, а также развитие сельского хозяйства. Всего до 2000-х годов только по программам Гор Черномырдин Америка влила в российские отрасли 2,5 миллиарда долларов. Или 4,5 миллиарда в пересчёте на сегодняшнюю стоимость доллара. Все эти средства должны были сдерживать РФ от сотрудничества с КНР, КНДР и Ираном. А Штаты, в свою очередь, вместо национальных проектов приглашали россиян к совместным, вроде МКС. Это означало, что США пришлось скорректировать свои амбиции относительно американской космической станции, интегрировав российские модули, технологии и персонал в структуру МКС. Сотрудничество заключалось не только в создании космического объекта. Это был геополитический манёвр, направленный на усиление национальной и глобальной безопасности в период значительных изменений. США полагались на благоразумие новых российских партнёров и были уверены, что сотрудничество вместо противостояния станет действенным предохранителем от будущих конфликтов. Итак, совершили ли Соединённые Штаты ошибку, отказавшись от своих амбициозных планов по национальной космической станции в пользу модульной МКС, построенной в международном сообществе? С одной стороны, США пожертвовали возможностью продемонстрировать беспрецедентное технологическое лидерство с помощью грандиозной самодостаточной космической станции — символа национальной доблести и инноваций. Видение космической станции Freedom или усовершенствованного преемника Skylab представляло собой не просто физическую структуру на орбите, а заявление о намерениях повести человечество в следующую эру освоения космоса. Ориентируясь на модульную конструкцию и сотрудничая с РФ, США пожертвовали своей платформой, интегрируя технологии и системы, которые иногда требовали компромиссов. Сложности международного сотрудничества создали массу проблем с координацией, стандартизацией и исполнением. Потенциал одностороннего прогресса сдерживался необходимостью учитывать различные точки зрения и, прежде всего, технические возможности. Более того, это решение, возможно, позволило другим странам догнать США в технологическом плане, уменьшив их преимущества в разработке космических станций. Интеграция российских модулей и зависимость от пусковых возможностей РФ подчёркивала пробелы в американской самодостаточности. Особенно ощутимым это станет в период после закрытия программы Space Shuttle, когда россияне, пользуясь безальтернативностью советской ещё пилотируемой платформе «Союз», резко подняли цены на доставку международных экипажей на орбиту. Стратегия сдерживания через сотрудничество, на которую была сделана ставка в 90-х, не сработала. Сегодня РФ открыто декларирует США и западный мир своим главным врагом. КНР всё равно получила советские технологии ракета и кораблестроения, КНДР получила оружейные технологии, а Иран — поддержку Росатома. То, что в конце 90-х, начале 2000-х, казалось американцам как удачное развитие стратегии, на которую была сделана ставка десятилетия назад, на самом деле было обусловлено накоплением россиянами ресурсов и временем, необходимым на создание нового режима. Поэтому сейчас мы можем разве что задавать вопрос — смогли бы Соединённые Штаты найти способ сохранить своё лидерство и интересы безопасности без ущерба для своего первоначального видения? Могло бы более решительное стремление к созданию Национальной космической станции способствовать дальнейшему технологическому прогрессу и подготовить почву для миссий на Марс и за его пределы? И это сложные вопросы, на которые нет однозначных ответов. Баланс между амбициями, практичностью, безопасностью и дипломатией создал сценарий, в котором каждый вариант имел бы значительные компромиссы. Очевидно, что выбор, сделанный в это решающее время, имеет долговременные последствия. Глядя в будущее, с новыми планами относительно лунных шлюзов, миссий на Марс и даже коммерческих космических станций, США должны помнить уроки этой главы истории. Балансирование между национальными амбициями и глобальным сотрудничеством остаётся деликатным делом. И именно поэтому Российская Федерация не была приглашена в окололунный проект. Но, по моему скромному мнению, это неприглашение несколько запоздало. Друзья, такие видео выходят на канале исключительно благодаря людям, чьи имена вы видите на экране, нашим замечательным спонсорам на Патреоне и здесь, на YouTube. Вообще всё, что делает Альфа Центавра, становится возможным именно благодаря меценатам. Ведь мы не публикуем на канале рекламу, кроме той, которую включает Google. Чтобы стать спонсором, достаточно донатить от одного доллара в месяц. Именно самые маленькие донаты составляют большую часть нашего общего бюджета. И мы невероятно за это благодарны. Кроме благодарности в оригинальных видео меценаты также получают приятные бонусы в виде раннего доступа к роликам и статьям, а ещё эксклюзивные видео ежемесячно. Поэтому я очень прошу вас рассмотреть возможность поддержать наш проект. Сделать это можно по ссылкам в закреплённом под выпуском комментарии. Спасибо всем заранее.